МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. Это 23-я серия проекта «Намедни 1961-1991. Наша эра». События, люди, явления, определившие образ жизни. То без чего нас невозможно представить, еще труднее понять. Очередной год, очередная серия. Сегодня 83-й год. Борьба за дисциплину. Саманта Смит, универмаг Московский, американский десант на Гренаде, водка Андроповка, Юрий Антонов, сбили корейский Боинг, МЖК, Ленинградский рок-клуб. Комментаторы. Актриса Татьяна Друбич, экономист Егор Гайдар, политолог Сергей Караганов. В популярных фильмах проката 83-го года влюблен по собственному желанию и полеты во сне и наяву образ нашего современника воплощает Олег Янковский. В вышедшем накануне осеннем марафоне нашу современницу олицетворяет Марина Ниелова, герои негероического времени. Ключи от квартиры при тебе? При мне. Покажи. Зачем? Пожалуйста. Они тебе больше не нужны. Персонажи Янковского никак не устроятся в жизни. Бесцельная предприимчивость и потерянность, мужское обаяние и почти детская невзрослость. Новое понятие ушедший во внутреннюю эмиграцию. Я спокоен, я удивительно спокоен. Вот и спи спокойно, дорогой товарищ. Героиня Ниеловой судьба, как водится, не балует, но она готова безнадежно оставаться рядом с любимым женатым мужчиной. Ну, когда же мы увидимся? Наши современники одинокие конформисты, которым никогда не узнать глубины чувств и вкусы настоящей жизни. В Москве открывается магазин, специализирующийся не на товарах, а на покупателях. Самый большой в стране универмаг московский построен на Комсомольской площади трех вокзалов специально для гостей столицы. В проекте магазин назывался «Россия» и соединялся подземными переходами прямо с перронами вокзалов. Воплощение получилось попроще, но люди все равно потянулись. Гигантский универмаг каждый день обслуживает 200 тысяч человек. Он должен отвлекать иногороднюю саранчу от других московских магазинов. Теперь даже при короткой пересадке с поезда на поезд транзитный пассажир успевает купить домой столичных гостинцев. Приход к власти Андропова наводит на вполне определенные мысли. Самый первый анекдот 83-го года. С Новым годом, товарищи! С новым 1937 годом! Предсказание вещи! С первых чисел января начинается всенародная борьба за дисциплину. Новый генсек твердит одно. Наведение дисциплины не требует капвложений, а эффект дает огромный. Милиционеры и дружинники вылавливают прогульщиков в кинотеатрах, парикмахерских и химчистках. Нарушители дисциплины лишают премий, наказывают их руководителей. Продлены часы работы магазинов и предприятий службы быта. Редкостная удача. Но это опять-таки по абонементу. А если его нет? Ровно час. Ровно час. И что вы успели за этот час? Маникюр и прическу. Андропов решается замахнуться на святое. Он запрещает проведение в рабочее время собраний, спортивных соревнований и занятий художественной самодеятельностью. Закручивание гаек встречают с пониманием. В конец мы разболтались. Строже надо, с нами нельзя иначе. Ревностный контроль за часами и минутами прихода и ухода продержится до осени. Смерть Брежнева открывает новую свободу маневра в проведении экономической политики. По родопредшествующей работе Юрий Андропов хорошо знает о подлинном положении советской экономики. Не секрет для него и хронический кризис сельского хозяйства и глубочайшая зависимость от поставок импортного продовольствия и неконкурентоспособность отечественного машиностроения и то, что любые перипетии в динамике цен на топливные и сырьевые ресурсы могут привести к тяжелейшему кризису союзной экономики. Но от прежнего места работы унаследовало не только знание, но и самые естественные рецепты. представление о том, что проблемы союза порождены тем, что народ за время Брежневского управления подразболтался, дисциплина ослабла, значит, надо усилить спрос, строже относиться к кадрам, менять нерадивых начальников, наказывать тех, кто нарушает дисциплину. массовые проверки в магазинах, парикмахерских, банях. К сожалению, предложенные меры никак не соотносятся с глубинными структурными проблемами союзной экономики. Даже если снять с работы всех, кого днем застанешь в бане, конкурентоспособность союзного машиностроения от этого не вырастет, не нают. Популярнейшая мера андроповского правления снижение цены на водку. До сих пор национальный напиток только дорожал. Ко времени андропова ординарная водка русская стоит 5 рублей 30 копеек. Теперь на более дешевом и менее качественном спирте выпускают новый сорт за 4,70. Названия, как у московской или пшеничной, нет. На зеленой этикетке крупно написано водка и все. Возможно, это делается преднамеренно, поскольку ясно, безымянной новая водка не останется. В народе ее тут же называют андроповкой. НЦК, министр иностранных дел Рауль Руа и другие официальные лица. В 83-м году мы узнаем про старое название новой страны Гренада. До тех пор было известно, что гренадская волость в Испании есть. Оказывается, есть еще маленькое островное государство в Карибском море Гренада. На его территории высадились американские войска и в СССР начинается кампания солидарности. Четыре года назад молодые революционеры совершили в Гренаде народную революцию и принялись изучать советский опыт и преодолевать экономические трудности с помощью Кубы. В 83-м среди революционеров происходит раскол, в Гренаде начинаются беспорядки и американцы решают вмешаться. Их давно беспокоит крупный аэродром, который на острове строят кубинцы. В десанте США принимают участие символические воинские контингенты из стран Карибского Операцию в Гренаде наши попытаются подать как американский Афганистан. Мол, нас критикуют, а сами тоже хороши. Но масштабы несопоставимы и американцы со своей проблемой справляются молниеносно. Между позором Вьетнамской войны и трагедией Ливана маленькая победоносная война, по которой так тосковали американские шовинисты. Подъем молодежного музыкального подполья русского рока он даже отчасти легализуется. Созданный в Ленинграде рок-клуб проводит свой первый фестиваль. Движение осторожно поддерживает молодежная печать. Статьи в комсомольской правде за подписью А. Троицкий час розовый разгром Верасы и на урок приглашается рок по Нигири к ленинград 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 определяют линию противостояния. Вся продвинутая молодежь на компакт кассетах слушает питерские команды повторяя вслед за аквариумом рок-н-ролл мертв а я еще нет и я вызываю капитана Африка. Фестивали в Ленинграде начало 80-х золотой фонд русского рока. Майк Науменко зоопарк с песнями про дрянь которая переспала с его барабанщиком про тебе уже 18 мне всего 37 и лето сегодня сейшен в Лен-Советах. Виктор Цой кино сажают алюминиевые огурцы на брезентовом поле. Константин Кинчев Алиса экспериментатор они самоотверженно прививают ритм неритмичной родине. Гуру движения всегда последний в фестивальных концертах Борис Гребенщиков аквариум. Мы встретимся снова мы скажем привет в этом есть что-то не то. Топография питерского рока на углу Невского и Владимирского проспектов стоячий кафетерий ресторана Москва по прозванию Сайгон. Двойной кофе в щербатых фаянсовых стаканчиках 22 копейки одинарный 15. Главное место встреч стрелок и общения тусовок. В пяти минутах ходьбы на улице Рубинштейна 13 Межсоюзный дом самодеятельного творчества здесь у рок-клуба комната а в зале проходят концерты. Между выступлениями групп страшно долго настраивают аппаратуру. Гребенщиков со зловещей многозначительностью пробуют микрофон. 16 17 18 Публика ревет когда к концу концерта доходит черед до супер хита рок-н-ролл мертв а я еще нет теперь в бывшем Сайгоне магазин итальянской сантехники на углу Невского и Рубинштейна установят мемориальную доску в память о застреленном здесь вице-мэре в зале выступает детский театр Зазеркалье но рок-н-ролл мертвая еще нет рок-н-ролл мертвая а а а те, что нас любят смотрят нам вслед рок-н-ролл мертвая еще нет советские люди долгие годы смотрели на работников прилавка как на классовых врагов поэтому сообщение прокуратуры Москвы об аресте руководства гастронома номер один Елисеевского вызывает всеобщее одобрение новая метла ГБ Шникандропов по-новому метет всего по делу главного управления торговли Москвы проходит 757 человек коллегия верховного суда СССР приговорит директора Елисеевского гастронома Соколова к высшей мере наказания расстрелу директор второго смоленского гастронома по официальной версии покончил жизнь самоубийством оставшиеся в живых лишатся свободы как правило надолго на 14 13 12 лет аресты торгашей расхитителей взяточников в народе оцениваются восклицанием наконец-то вместе с дисциплиной и водкой Андроповкой дело Елисеевского входит в число главных свершений Андропова 5 июня 83 года крушение теплохода Александр Суворов на Волге у Ульяновска самая страшная катастрофа на речном флоте в условиях хорошей видимости и погоды теплоход врезается в мост вместо того чтобы пройти третьим судоходным пролетом Александр Суворов на скорости направляется в шестой высота которого ниже его надстроек по инерции судно движется еще несколько десятков метров срезая себе всю верхнюю палубу в момент столкновения по мосту мчится товарный состав от удара вагоны опрокидываются из них на корабль обрушиваются зерно уголь и бревна в прессе только короткое сообщение об аварии и о создании комиссии во главе с Алиевым на Александре Суворове погибло 176 человек множество останков не подлежащих опознанию кремируют и рассылают по адресам пассажиров незначащимся в живых те кто в суматохе не отметился получают по почте горстку праха следствие признает причиной трагедии халатность рулевого и штурмана алкоголя в их телах поднятых со дна Волги не обнаружат городок с самыми знаменитыми в стране фонтанами Петродворец Ленинградской области повышают в статусе с 83 года бывшая царская летняя резиденция государственную художественно-архитектурную дворцово-парковую музей-заповедник в разрушенном войной Петродворце восстановлено 145 музейных объектов работы продолжаются одно время устроили парк культуры и отдыха теперь аттракционные и танцплощадки вывезены и Петродворец только столица фонтанов по залученным шедеврам нашего Версаля посвящают один день все туристы приезжающие в Ленинград сколько потребовалось усилий материальных затрат чтобы эта жемчужина русского зодчества полностью разрушенная гитлеровскими вандалами в годы Великой Отечественной войны вновь засияла во всем своем великолепии В постные 80-е годы хорошая рыба становится главным украшением стола а ментай главной рыбой самый многочисленный вид тресковых составляет уже более половины всего дальневосточного улова до сих пор ментай считали кошачьей рыбой дешево и костей мало кулинарная табель орангах относит его к тощим рыбам почти нет жира много белка изысканные блюда из ментая приготовить трудно ментай продается свежемороженными тушками с головой и без хозяйки предпочитают спинку ментая вообще в 80-е годы спинка это не у сиденья это у ментая консервы из универсальной рыбы тоже идут хорошо ментай в томатном соусе берут на закуску печень ментая на салат а полужидкую икру ментая для бутербродов весной 83-го года десятилетняя американская школьница из штата Мэн пишет письмо советскому руководителю Юрию Андропову вы за войну или нет если вы против то пожалуйста скажите как вы собираетесь не допустить войны наверняка Андропову со всего мира приходит множество таких писем это выбирают для ответного послания очевидно потому что оно из США от ребенка да к тому же с самой распространенной фамилией девочку зовут Саманта Смит удивительный тон документа за подписью генерального секретаря ЦК КПСС мне кажется я сужу по письму что ты смелая и честная девочка похожая на Бекки подружку Тома Сойера и знаменитые книги твоего соотечественника Марка Твена ответ Андропова отводит Саманте Смит роль главной американской любимицы советского народа какими до сих пор были Поль Робстон Ван Клиберн Анжела Дэвис и Дин Рид прочитав письмо Андропова Саманта Смит изумлена раньше русские казались мне чуть ли не жителями иной планеты теперь я поняла что они такие же люди как мы американцы в письме Андропова приглашение побывать в Советском Союзе отправляясь в Москву девочка не догадывается что в СССР о ней уже знает каждый от аэропорта маленькую американку сопровождают толпы журналистов и пионерский актив московских спецшкол Саманту внимание масс-медиа ничуть не смущает и у нас все поражаются непринужденности гостей с детской непосредственности 11-летняя американская школьница задала вопрос почему русские хотят завоевать весь мир или по крайней мере Соединенные Штаты неделю пробыв в Артеке Саманта отправляется домой в полном восторге от поездки в страну социализма у сказочной истории трагический финал спустя два года Саманта Смит и ее отец погибнут в авиакатастрофе в родном штате Мэн на квартирах на загородных дачах в вагончиках бытовках на юге проходят первые в стране видеопросмотры в тесном помещении на Курино на мерцающем экране краски размыты за кадром гнусавый голос в провинции за видео могут легко посадить в Москве все-таки должны постараться шьют порнографию и частные предпринимательства просмотры платные как отмечается в одном постановлении видео это не что иное как расплодившиеся неконтролируемые кинотеатры реквизированные видеомагнитофоны забирают себе обкомы партии и управление КГБ на местах опускается опускается доктор быстрее одна секунда ничего-ничего ерунда мы ее потеряли мы ее убили говорят переводчики специально зажимают нос прищепкой чтобы их не вычислили органы еще говорят что КГБшные машины с радаром могут засечь где смотрят видеомагнитофон и что воры-домушники тоже умеют определять квартиру с видиком наибольший спрос на боевики и эротику первые советские видеозвезды супермены Сильвестр Сталлоне Арнольд Шварценеггер Брюс Ли и бабушка советской сексуальной революции Сильвия Кристель во французских фильмах Эммануэль Видео это новая соборность людей она формирует совершенно иной новый образ жизни на нас хлынул поток информации поток цивилизации мы с видео начали учиться жить ходить одеваться заниматься любовью вокруг видео образовывалось совершенно новое другое общение люди менялись кассетами как правило это происходило тайно ходили друг к другу в гости на видео за ночь нужно было просмотреть 5-6 фильмов появляется бизнес за просмотр видеокассет берутся деньги начинается преследование новая компания официальная соседи стучат на соседей что у них видео люди садятся в тюрьму инкриминируется занятие запрещенным промыслом потому что за это берутся деньги за фильм греческая смоковница за просмотр фильма греческая смоковница можно получить срок с прищепкой на носу володарские дьяконов перевели для нас целую энциклопедию вообще жизни иностранной и шедевры присущие к советскому человеку двойственного сознания и присущему двойной жизни еще появляется целая альтернативная жизнь официальному кино и телевидению в марте 83-го года звание дважды героев социалистического труда получают шахтеры Михаил Чих из Донбасса и Егор Драздецкий из Кузбасса последняя попытка зажечь маяки стахановского движения на следующий день после награждения портреты в газетах на следующий год бронзовые бюсты на родине страна должна знать своих дважды героев в лицо бригада Чиха и бригада Драздецкого добывают больше чем по миллиону тонн угля в год охотно делятся секретами успеха нужно не мудря ничего не меняя просто работать на совесть свободнее прежнего поясняют связь рекордной выработки с рекордными заработками каков забое уголек таков и дома кошелек последняя знаменитая дважды героиня страны Валентина Голубева Зыванова ткачиха ударница вырастает в руководителя производства концовка обычного рассказа об этапах рабочей карьеры вот она какая наша Валя Валентина Валентина Николаевна Голубева 2 сентября 1983 года ТАСС публикует странное сообщение о неопознанном самолете залетевшем в советское воздушное пространство поднятые ему навстречу наши боевые машины пытались вернуть нарушителя на путь истинный но тот удалился в сторону Японского моря 4 сентября осуждается пропагандистская шумиха поднятая на западе в связи с пассажирским самолетом якобы сбитым советскими военными публикуется карта маршрута в комментариях высказывается догадка что самолет выполнял шпионскую миссию 8 сентября выражается сожаление по поводу гибели людей ответственность за произошедшее возлагается на США то что произошла трагическая ошибка и наша противовоздушная оборона приняла гражданский лайнер за американский разведывательный самолет Политбюро известно в тот же день никто не хочет бросать тень на вооруженные силы и решено выработать меры по введению мирового сообщества в заблуждение но японские службы управления воздушным движением записали переговоры советских летчиков начинается крупнейший международный скандал населению страны тоже все ясно наши слишком неуклюже врут за шесть дней три версии это многовато даже для ТАССа а западные голоса только про Боинг и говорят флагман мировой гражданской авиации Боинг 747 принадлежащий южнокорейским авиалиниям сбивает подполковник Осипович он выполняет приказ командующего дальневосточным военным округом генерала Третьяка самолет Осиповича один из десяти советских истребителей поднятых в воздух для того чтобы перехватить нарушителя государственной границы в 6 часов 24 минуты по местному времени подполковник выпускает две ракеты по силуэту самолета движущемуся у самой кромки облаков одна ракета видимо проходит мимо вторая разрушает систему управления лайнера перед этим подполковник пытается доложить на землю что он видит на нарушителе мигалки опознавательные знаки гражданского самолета но на земле его то ли не слышат то ли не хотят слышать после залпа боинг еще некоторое время находится в воздухе земле несутся требования добить самолет руководителям операции кажется что Осипович промахнулся оба раза но добивать не приходится боинг падает в воды татарского пролива храня 269 пассажиров и членов экипажа сначала в Москве потом в Киеве Казани далее везде появляются мини пекарни печь хлеб нужно не отходя от кассы путь батона из печки в авоську становится короче импортное оборудование мини пекарен устанавливают прямо в булочных и универсамах используют сухие дрожжи от этого хлеб получается очень воздушным главная продукция мини пекарен французские багеты проще длинные батоны популярный новый хлеб быстро съедается один воздух же и не успевает зачерстветь в прогрессивных булочных вместо кучки людей ждущих машины с хлебом стоят длинные очереди за длинным хлебом в июле 83-го очередной пленум вывел из состава ЦК КПСС Н.А. Щелокова и С.Ф. Медунова за допущенные ошибки в работе сообщение сенсационное ошибки министра внутренних дел и правителя благодатнейшего Краснодарского края слухи об опале властелина Узбекистана Шарафа Рашидова после его внезапной кончины сменяются слухами о спланированном убийстве В отчине Медунова Краснодарском крае повальное взяточничество обнаруживали даже не КГБ при Андропове а порткомиссии при Брежневе Кубанскую беззастенчивость наказывают не строго Медунова понижают до замминистра плодовощного хозяйства Другое дело Щелоков После финансовой проверки бывший министр внутренних дел возвращает два Мерседеса в 124 тысячи рублей и компенсацию за БМВ и еще один Мерседес Расследование продолжается его развязка будет шекспировской Супруга Щелокова Светлана стреляется из пистолета мужа на даче в Серебряном Бару Молва приписывает Щелоковой попытку покушения на Андропова Сам Щелоков покончит жизнь самоубийством после того как его исключат из партии лишат звания генерала армии звания героя социалистического труда и всех наград кроме военных Первое узбекское дело Бухарское О взятках и приписках хлопка КГБ передает в прокуратуру в августе 83-го Тогда же Рашидова вызывают на собеседование в ЦК обратно он возвращается видимо полный худших предчувствий и умирает 31 октября Версия о насильственной смерти имеет хождение наряду с легендами о богатствах узбекских баев и о подвигах московских сыщиков в среднеазиатских песках Популярная в массах самодеятельная рок-музыка официально запрещена Филармонические коллективы предлагают смягченный вариант чуждого стиля Тексты гражданской тематики и поп-музыка в роковых аранжировках По дворцам спорта космодромом грохочут земляне Используются все разрешенные атрибуты рок-стиля хайр длинные волосы фуз приставки для электрогитар дым впервые на советской эстраде Главный хит землян Трава у дома Мигули и Поперечного Лауреат телеконкурса Песня 83 И снится нам не роков космодрома не эта ледяная синева а снится нам трава дрова у дома зеленая зеленая дрова Главная колыбельная страны спят усталые игрушки Аркадия Островского и Зоя Петровой в исполнении Олега Анофриева заново экранизирована Автор пластилиновой версии режиссер Александр Татарский На обычную детскую тему татарский хулиганит как мальчишка где-то свистнувший коробку пластилина А дальше? Или как основоположник пластилинового сюра Да может это дворник был Он шел в базильской местности ближайшему орешнику за новою метлой Пластилиновые фильмы татарского меняют представление о мультиках в стране и получают приз за призом за границей Валовато будет А хотя бы я и задничаю Дото от чистого черта Отечественный кинематограф впервые показывает подростковую жестокость Драмы Динара Асановой «Пацаны» и Ролана Быкова «Чучело» вызывают скандал Прокат на местах предваряют закрытые просмотры для руководящих работников и педагогов Пацаны — это трудные ребята в летнем лагере Современное хулиганье Оно тоже ждет романтики и понимания Друзья мои Пусть каждый из нас подумает о том добром поступке который он совершил сегодня В «Чучеле» подростки благополучные Они делятся на своих и чужих и травят одноклассницу Ее играет дочка самой Пугачевой Вот вам научная ставка И наконец-то мы узнаем всю правду Большинство может быть неправым Роль коллектива отрицательной Советский педагог отвратительным Чучело выходит на экраны пролежав год на полке Возмущенные зрители в письмах на Мосфильм требуют режиссера посадить Где в кино ходят всем классом и пишут по Чучелу сочинения А где фильм решают просто не показывать От греха подальше В 83-м году пуск первых энергоблоков Игнолинской в Литве и Смоленской атомных электростанций Смоленская новостройка по мощности равна Чернобыльской и Курской электростанциям Реактор в миллион киловатт Реактор Игнолинской АЭС самый мощный в мире Рассчитан на полтора миллиона киловатт Атомные электростанции провозглашены приоритетным направлением развития энергосистемы страны АЭС обычно строят в живописных природных уголках Рядом городки-спутники Традиционное топливо всех видов идет на экспорт Внутри страны его экономят заменяя ядерным Гордятся, что один энергоблок Смоленской АЭС в сутки сберегает 3000 тонн угля Атомная энергетика из перспективной отрасли превратилась в незаменимую Другими словами почти каждый четвертый киловатт-час в европейской части СССР вырабатывает атом В 83-м году внутренняя политика государственного антисемитизма и производная от нее внешняя антиизраильская наконец оформляются в виде всесоюзного добровольного общества антисионистский комитет советской общественности под председательством дважды героя Советского Союза генерал-полковника бронетанковых войск Давида Абрамовича Драгунского Видные лица еврейской национальности объединяются для разоблачения сионизма то есть идеологии собирания древнего народа у горы Сион И правда СССР один из инициаторов создания Израиля давно не хочет чтобы его евреи в этом создании участвовали его евреи это его евреи это советский народ они вспоминают о национальности своих родителей лишь когда нужно осудить разбойничий курс ближневосточного агрессора с этим согласно довольно много евреев чье положение не ниже доктора и членкора позволяет им не чувствовать что само государство об этой национальности вспоминает когда захочет все прочие имеют обыкновение называть антисионистский комитет антисемитским представить себе не мог что такое возможно благодарю 83-й год высшей конфронтации с США новый этап гонки вооружений американские першинки размещаются в западной Европе отменяется мораторий на размещение советских ракет средней дальности в ГДР и Чехословакии планируется разместить ракеты повышенной дальности между странами за ненадобностью прекращаются женевские переговоры по разоружению Андропов прикован к больничной койке и у нас распространяется заявление генерального секретаря ЦК КПСС председателя президиума Верховного Совета СССР Рейган выступает со знаменитой речью про империю зла со времен фултонской речи Черчилля с которой ведут отсчет холодной войне про непримиримость двух систем никто не говорил так убежденно Рейган произносит свою речь перед участниками ежегодной конференции национального общества евангелистов очень религиозная очень консервативная и очень обеспеченная аудитория цвет рейгановского электората президент США конечно лучшая роль Рейгана может впервые после Мирона великое государство возглавляет настоящий актер кроме империи зла речь содержит множество других риторических перлов лучше моим девочкам умереть сейчас веря в Бога чем расти при коммунизме и умереть когда-нибудь в Бога не веря приход консерваторов на западе был обусловлен внутренними причинами главным образом усталостью в Европе от социал-демократических экспериментов а в Соединенных Штатах Америки усталостью от колебаний отступления 70-х годов придя к власти Рейган человек чистый и веровавший в то что он говорит набросился на Советский Союз с яростью в дополнение к империи зла и к другим обвинениям он объявил о запуске стратегической оборонной инициативы концепции звездных войн в Советском Союзе испугались с одной стороны а с другой стороны ухватились за эту возможность поконфронтировать режим нуждался в подпорке через несколько лет все это уйдет в прошлое но до сих пор на Западе говорят что именно сои и давление Рейгана вызвало перестройку думаю что это не так думаю что Горбачев или вернее перестройка пришла бы раньше конфронтация начала 80-х годов была ненужной марксизм-ленинизм марксизм-ленинизм фактически вторая старейшая религия впервые провозглашенная в райском саду словами искусителя будем как боги западный мир может ответить на этот вызов только при условии что его вера в Господа и свобода которую он провозглашает так же сильны как и коммунистическая вера в человека я полагаю что мы можем ответить на этот вызов полагаю что коммунизм это еще одна печально странная глава человеческой истории чьи последние страницы все еще пишутся речь имеет огромный резонанс во всем мире понятие империя зла входит во все языки у нас климат пещерный антикоммунизм в чувствах Рейгана действительно много первобытного к 1983 году все давно стали соглашателями оппортунистами запад примирился с существованием советского блока и не помышлял ни о каком крестовом походе Москва примирилась с существованием запада и не грозилась разжечь пожар мировой революции и вдруг Рейган с его юношеским максимализмом каково было нашим смотреть на эту бодрую американскую старость Рейган ровесник Черненко тоже 11-го года Андропова Рейган был даже постарше но упрямо твердил почти хрущевское мы вас похороним отмечается 200-летие заключенного соответственно в 1783 году Георгиевского трактата по нему устанавливался протекторат России над восточной Грузией теперь это именуется вхождением в состав в Москве на Тишинской площади и при въезде в Тбилиси устанавливаются монументы работы скульптора Зураба Церетели самый удачливый провинциальный художник дебютирует в столице лауреат ленинской и государственной премии Зураб Церетели известен масштабностью и массовостью своих творений и организаторской хваткой по эскизам Церетели работает его творческое объединение монумент дружба навеки называют и шашлыком и початком и фалосом коллеги-завистники говорят что столичные заказы художнику обеспечила свадьба его дочери и сына главного архитектора новая аббревиатура МЖК кроме официальной расшифровки молодежный жилой комплекс существуют варианты вроде молодежь живет красиво молодые семьи вынуждены своими руками решать проблему квадратных метров тот кто не хочет состариться в очереди за квартирой объединяется в строительные отряды в них с основного места работы отпускают на год с сохранением стажа строим дома и себя считается что МЖК компенсирует нехватку трудовых ресурсов в строительстве и укрепляет семьи из гнездышка свитого собственными силами труднее будет улететь комплекс значит кроме жилья будут свои магазины службы быта спортзалы детсады и школы а через 20 лет когда молодежь повзрослеет МЖК сохранится как образец высокой культуры быта лиц среднего возраста затянувшиеся сны Веры Павловны сбудутся лишь в одном у подъездов молодежного микрорайона не сидят бабушки старушки эти дома молодые рабочие Свердловска построили своими руками в часы свободные от основной работы Супер хит про крышу дома твоего пик популярности композитора и исполнителя собственных песен Юрия Антонова В 83-м году Антонов дает первые сольные концерты программу которых залы подпевают от начала до конца крыша дома шлягер в котором главное проигрыш парню с нашего двора Антонову удается повенчать отечественный мелодизм с ненавязчивым ритмом бита и впервые песни в электроаранжировке любит публика старшего возраста адресуя себя всем от пионеров до пенсионеров Антонов прежде всего поставщик хитов медляков для дискотек 80-х от печали до радости ехать и ехать от печали до радости лететь и лететь бытовой романтик он задушевно задумчиво поет как пишет и пишет как поет если любовь не сбудется давай не видеть мелкого вот как бывает 20 лет спустя море-море мир бездонный советский пол Маккартни Антонов сочиняет уйму пушистых мелодий выпуская миньон за миньоном это был год 83-й в проекте намезни 1961-91 наша эра события, люди, явления определившие образ жизни следующая серия 84-й год реформа школы убита Индира Ганди бойкот Олимпиады в Лос-Анджелесе смерть в Иваново брейк-данс год наибольших потерь в Афганистане Жигули-восьмерка Женя Кисин вьетнамские торговцы прыгун Бубка до следующей серии и следующего года счастливо Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»